Рубрика «Что нового?». В этом видео мы с вами посмотрим на несколько интересных нововведений, которые появились в программе CadenLive, начиная с версии 22.08.0. Прежде всего, это теперь есть возможность стилизовать субтитры. Сейчас мы как раз это вначале рассмотрим. Помимо этого, есть поддержка импорта субтитров в формате SBV, это формат YouTube. И также еще можем импортировать изображение в формате JPEG XL. Ну и еще ряд там дополнительных форматов. Полное описание всех нововведений будет по ссылке под видео. А нам сейчас нужно посмотреть именно на субтитры. Футаж я взял с ресурса pexels.com, ссылка на него также будет в описании, но учитывайте, доступ к ресурсу pexels российских IP-адресов заблокирован. Приступим. Теперь мы можем с вами стилизовать субтитры. Давайте их создадим. Кликаем по кнопочке правка субтитров, далее двойной быстрый клик и переходим в окно субтитры. Здесь появилась специальная кнопочка. Клик по этой кнопочке позволяет нам перейти в настройки стиля оформления. Мы можем с вами изменить шрифт, задать другой размер этого шрифта, дополнительно поменять цвет, задать цвет контура, размер контура, тень. Дополнительно можем поменять позицию, вещь очень полезная. Ну и создать такую непрозрачную подложку у данных субтитров. Обратите внимание вот на такую теперь возможность. Это упростит работу с субтитрами. Программы CodenLife теперь поддерживают лоти анимаций в формате JSON и RAVOR. RAVOR — это родной формат программы Glax Nemate. Чтобы создать анимацию, нужно сделать следующее. Перейдите в корзину проекта, найдите специальную кнопку «Добавить клип или папку», щелкните вот здесь и выберите пункт «Создать анимацию». Или то же самое можно сделать через контекстное меню. Наводимся в любом свободном месте корзины проекта и кликаем правой кнопкой мыши. И выбираем соответствующий пункт. После этого нам нужно с вами указать имя будущей анимации в формате JSON и ее длительность этой анимации. Кликаем по кнопочке «Ок» и запускается программа Glax Nemate. После этого мы уже работаем именно в ней. Давайте создадим обычный такой прямоугольничек. Обязательно сохраним и закроем данную программу. Посмотрите внимательно, сейчас здесь появится красный квадратик. Перетащим его на монтажный стол и подвигаем головку воспроизведения. Теперь данная фигура отобразится на монтажном столе. Чтобы изменить данную анимацию, нужно сделать следующее. Переходим в корзину проекта, кликаем правой кнопкой мыши по данному клипу в формате JSON и находим пункт «Изменить клип». После этого снова запускается программа Glax Nemate. И теперь вы можете изменить. Например, давайте возьмем, выберем какой-нибудь цвет и нарисуем кружочек. Снова сохраним, это обязательно нужно делать. Посмотрите внимательно. Мы изменили с вами данное именно изображение, данную в неком смысле анимацию. Но учитывайте, программу Glax Nemate нужно подключить. Как это сделать? Переходим в настройки, настройки программы CadenLive, окружение, приложение по умолчанию. И вот здесь у нас и присутствует анимационная как раз программа, которую нужно указать. Это Glax Nemate. Ссылка на саму программу будет в описании. Я использую версию, которая поставляется вместе с шоткатом. Я работаю в Windows, и у меня файл здесь указан. Glax Nemate.exe, то есть исполняемый файл. Также дополнительно можете указать здесь аудиоредактор внешний, например, тот же Audacity. Или если вы используете какую-то другую программу, например, тот же условно-бесплатный Reaper. Ну и графический редактор. Например, можно указать либо GIMP, либо CRIT. И не забывайте, используя именно эти внешние редакторы, вы можете корректировать и изменять вот эти файлы, как графические, аудио и файлы анимации. Нажимаем на ОК, ну и, соответственно, получаем доступ к работе с этой программой Glax Nemate из программы CadenLive. При работе с направляющими мы теперь можем их экспортировать с тайм-кодами и с именами. Как это работает? Давайте создадим первую направляющую, нажмем G. Перейдем снова. Я их сделаю сразу несколько. Имена оставлю как есть и также оставлю категорию. Смотрите, мы с вами расставили вот эти направляющие. Теперь я хочу их проэкспортировать. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по любой направляющей, переходим в специальное контекстное меню и находим здесь пункт под названием «Импортировать направляющие в русской версии» и «Экспортировать в английской версии». Импорт и экспорт многие часто путают, поэтому это нормально. Выбираем данную команду, переходим в экспорт направляющие в качестве так называемых глав или эпизодов. И посмотрите внимательно, теперь мы можем скопировать в буфер обмена вот эти направляющие. При этом мы используем здесь все категории, которые направляющих будут именно представлены. Вы можете выбрать какую-то категорию, которую вы будете использовать именно для глав. А другие категории используйте уже непосредственно при самом монтаже и разметке монтажного стола, когда будете здесь работать. Ну и здесь есть дополнительная подсказка, которая как раз нам подсказывает дополнительные вещи, которые касаются именно размещения видео на ютубе. Не забывайте, начинать нужно именно с так называемой тайм-кода 0000. Эта возможность весьма полезна и упростит теперь работу. Не уходя отсюда, сделаем следующее. Давайте перейдем в корзину проекта и кликнем здесь по кнопочке панель меток, так называемые теги. Если мы с вами сейчас перейдем в настройки, то вы увидите здесь специальную теперь кнопочку, которая позволяет нам создать вот эти метки любого цвета, который нам будет нужен. Выбираем и создаем с названием. Кликаем сохранить и теперь эта метка появится вот здесь. Давайте выделим данный клип и применим данную метку. И мы окрасим данный клип вот этим цветом. Например, если нам этот цвет больше будет не нужен, переходим в настройки, выделяем, удаляем и сохраняем. И все вернется к первоначальному варианту. То есть вы можете теперь цветовые вот эти метки использовать свои собственные. Это упростит именно работу, особенно если клипов очень много. А теперь пару слов про звукозапись. Когда мы работаем со звуковым микшером, теперь у нас вот здесь появились специальные кнопки в виде микрофона. Они включают мониторинг. Давайте как раз нажмем. Чтобы выйти быстро из мониторинга звука, достаточно нажать клавишу Escape. И обратите внимание, когда мы включаем этот мониторинг, у нас вот здесь появляется специальная такая панель элементов управления с записью, которую мы можем также с вами отобразить вручную. Это теперь равносильно. Клик вот по этой кнопочке. После того, как включен мониторинг, мы можем записать звук. Как это делается? Либо используем вот эту специальную кнопку записи, именно где находится дорожка, или горячие клавиши. Нажимаем пробел, появляется обратный отсчет, и после этого мы можем без проблем говорить. Чтобы поставить запись на паузу, нажимаем снова на пробел. Если нужно продолжить говорить, снова нажимаем на пробел и так далее. Чтобы выйти из режима записи и сохранить данный клип, нажимаем Escape. После этого данная запись будет представлена уже в корзине проекта. Чтобы выйти из мониторинга, еще раз нажмите на Escape. Далее эту звуковую запись можно обработать средствами самого Cadden Live, ну или перейти в корзину проекта, правой кнопкой мыши и кликнуть по пункту «Изменить клип». При этом учитывайте, что программа Audacity у вас должна быть установлена и подключена в самой программе Cadden Live, и уже редактировать звук средствами внешнего редактора. Но мы отсюда пока что с вами выходим. Обратите внимание на такую возможность. Это огромный плюс по записи именно в самой программе Cadden Live. В новом релизе программы Cadden Live добавили и новые эффекты. Прежде всего разработчики сделали акцент на коррекции цвета. Был добавлен эффект под названием «Цветовая температура». Теперь мы достаточно гибко можем управлять цветовой температурой данного видео и при этом использовать ключевые кадры. Теперь у нас есть эффект под названием «Экспозиция». В некотором смысле общая яркость данной картинки. При этом не забывайте, здесь есть ключевые кадры. Мне понравился очень интересный такой эффект, который носит название «Цветовой оверлей» или «Цветовое наложение». С помощью него мы тонируем картинку и можем ее особым образом вот так окрасить и подобрать те значения, которые нам нужны. Это можно использовать для стилизации видео. Появился эффект, который носит название «Медиан эффект» или «Фильтр», который позволяет особым образом размывать изображение, работает поканально. Вещь очень важная, так как он используется и для удаления шума, а также используется и в связке с другими эффектами для создания очень интересных результатов. Со временем посмотрим, как он работает. И посмотрим, как он работает еще на примере программы GIMP. Давайте пока что мы его удалим. Для удаления цветового шума теперь доступен новый эффект. Он достаточно медленный, учитывайте это, если будете с ним работать. Также мне понравился эффект, который позволяет нам повысить микроконтраст и работает поканально. То есть можем выбрать тот канал, на который будем воздействовать. Вещь достаточно полезная. Появился эффект трансформации, который мне тоже понравился. Это скролл. Он позволяет нам сделать вот такую прокрутку данного именно изображения или клипа, соответственно. И при этом из него можно реализовать специальный переход. Со временем мы обязательно это сделаем. Посмотрите внимательно на весь этот список. Он не полный. Обязательно попробуйте поизучать их самостоятельно. Если будут сложности, то рассмотрим эти эффекты в отдельном видео. Ну а на сегодня все. Увидимся в других видео.